Денис, вас долгое время мучили травма голеностопа, были еще другие травмы, как вы сейчас себя чувствуете? К сожалению, в этот олимпийский год у меня, наверное, была самая серьезная травма в моей жизни. Но я к этому отношусь как-то по-философски, то есть вещи случаются, все бывает, и сейчас я чувствую себя намного лучше. Буквально в этом месте я вышел впервые на лед, начал тренировки, и я думаю, что в скором времени буду готов на все 100%. Ну, все-таки травма была очень серьезная, восстановление было очень длительное, эффект ощутимый уже есть. Я порвал голеностоп. Голеностоп, он состоит из четырех связок, то есть наиболее важные связки, которые, в принципе, позволяют тебя двигать и управлять им в любой повседневной жизни или профессиональной сфере твоей жизни и так далее. И я порвал две связки, третья была критически повреждена, и на четвертую у меня голеностоп держался и мог сохранять просто человеческую позицию. И это самая неприятная травма. Я не могу не спросить про Олимпиаду. Денис Тен до игр в Южной Корее и Денис Тен после игр в Южной Корее. Это разные люди. Я не делю жизнь на так, жизнь до Олимпиады, после Олимпиады. У меня был не самый удачный опыт, не самое приятное, скажем так, настроение. И речь идет не конкретно о каком-то одном ивенте. И вот в этом году у меня все сложилось по программам, по хореографии, по кондиции. Я был нереально в форме вот этим летом. Ожидания были просто бешеные. Сложились костюмы. Прямо все как по маслу. И вот я приезжаю в Корею, и опять же меня пригласили на такое торжество, презентация Олимпийских игр. Это было показательное выступление, как некое представление. Буквально за два дня случается травма, которая, в принципе, выбивает меня из строя не то, что на весь сезон, а на год, может быть, больше, я не знаю. Но, тем не менее, я понимаю, что это жизнь, вещи случаются. И нужно не сдаваться. То есть, может быть, не все сложилось в этом году, но это не значит, что я должен зацикливаться на какой-то одной проблеме. Я от этого расту. В этот период после Олимпиады вы были довольно неактивны в соцсетях, вы закрылись. Вы знаете, я просто не люблю социальные сети. Я никогда не хотел быть медийным человеком. У меня не было тяги к публичности. И просто в какой-то период я понял, что для меня соцсеть – это возможность просто отчитываться перед людьми, перед которыми я чувствую определенную ответственность. И просто по завершению Олимпиады я стал жить своей жизнью. Просто я взял паузу. У меня были какие-то свои увлечения, у меня была своя жизнь. Опять же, процесс реабилитации – это скучно. Кому это интересно? Фигуристы – это готовые космонавты. Фигурное катание – это одно из самых сложных физических видов спорта. И как вы себя чувствуете в плане того, что организм будет готов к таким же нагрузкам к следующей Олимпиаде? Есть невероятность, что вы будете готовиться и на счете заниматься? Ну, я честно признаюсь, у меня сейчас моя задача – вылечиться. То есть я до этого все время залечивался. Залечивался, недолечивался. То есть я не в первый год мучаюсь какими-то травмами. Исход данной ситуации – это был результат того, что на протяжении трех лет, двух лет я работал на износ. Просто организм, он не выдерживает. То есть когда мы делали полный анализ моего тела в Корее уже после того, как я травмировал голеностоп, врач так сказал, а что ты хочешь? У тебя повернуто бедро, у тебя не так стоит спина, у тебя вылетает колени. Что остается? Голеностоп. То есть поэтому это такая вещь, которая, ну, она должна была случиться. Есть такой факт, и вы говорили об этом в интервью, что даже элементарную паузу в карьере вы как бы долго обдумываете, вы не можете взять, потому что нету смены, нету человека, который подменит сборной Казахстана. Я мечтаю о том, чтобы в Казахстане появилась целая плеяда фигуристов, пусть не взрослых, да. То есть я когда начинал делать первые шаги, я был не один в группе, все говорят, типа, я единственный фигурист. Нет, у нас было, не знаю, сто человек, шестьсот, тысячи, я не знаю. А сколько из них стали профессионалами? Остался только я. И все пытались, все трудились. То есть я уехал в Москву, за мной поехало много людей. Все хотят стать чемпионом, все занимаются спортом вначале ради удовольствия, а потом ради целей. И не у всех получается. И это очень обидно. И сейчас, например, спорт стоит денег. И у нас, например, в стране положительная ситуация, что у нас есть секция бесплатная. А взять зарубеж, да, в Америке, например, чтобы ребенка дать фигурное катание, родитель должен быть миллионером. То есть это огромный затрат. Нужно оплачивать расход на специалистов, расход на лед, на экипировку. Каждый год нужна новая экипировка. Денис, и в такой ситуации не возникает желания заняться тренерской деятельностью или создать свою собственную школу, чтобы дети ходили, и вы были причастны к тому, что у нас растет новое поколение фигуристов? Мне многие говорили об этом, но я рассматривал. У меня есть очень интересный концепт того, как бы я хотел сделать академию. Не похожий на то, что делают в других странах, или то, что было, или есть у нас. Но другой вопрос, готов ли я к этому. Мне нравится делиться знаниями, мне нравится работать с детьми, но стать тренером – это огромная ответственность. Есть специалисты, которые фанаты своего дела, я их очень уважаю, то есть не надо думать, что все настолько негативно, но их очень мало, прям единицы. Больше пяти лет вы уже проживаете в Соединенных Штатах. Как вы опишите этот период? Я ничего не видел в Америке. Я в Америке даже ни разу не был в кинотеатре, я не был в Диснейленде, я живу от него, там, час езды. Город Лос-Анджелес? Да, все верно. То есть я занимаюсь там спортом, вот и все. Но чтобы просто так приехать отдохнуть, нет времени. Но желание есть. Честно говоря, желания тоже нет. Потому что ты там ради дела. То есть я там только из-за специалистов, из-за тренера, с которым я работаю, той окружающей среды, в которой я работаю. Только из-за профессиональной атмосферы. Фанат ли я там этой страны, или фанат ли я нахождения за рубежом, Я прежде всего казах. Вот во всех каких-то мыслях, вещах, по ментальности я здесь родился. Я принимаю решение, исходя из того, как бы я принял решение, находясь здесь. Что такое патриотизм, в вашем понимании? Наверное, такой духовный термин. То есть нужно уважать свою страну, нужно уважать свою родину. Но любовь моя выражается не в каких-то там словах или заявлениях, а элементарной вещью. Ты идешь по улице, и ты не ссоришь. Ну, в буквально вчера встречались с Димашем. Поздняя ночь в студии. Че-то кушать хочется. Ну, я в Алма-Ате вообще не знаю никаких мест. В Алма-Ате очень много трудосочных мест. Слушай, а ты в столовку ходишь? Меня спрашивают. Я говорю, конечно, а почему нет? О, вожуха, красавчик. Пошли. И, в общем, мы пошли в столовую, и мне рассказывают, ну, типа, почему такая реакция. Типа, ты чего не знал? У нас там бывают звезды, ну, типа, поднимаются сразу, там, эти места. Не для меня, это... Не важно, насколько ты крутой, успешный. Ты в первую очередь человек. И ты в первую очередь человек, у которого есть жизнь. И все равны. Она очень крупкая вещь. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Мне кажется, патриотизм, любовь к родине, любовь к народу, она начинается просто с понимания таких элементарных вещей. Ваш предок довольно известный генерал. В свое время был генералом Корейской армии во время Корейской империи. Что вы о нем знаете? Мой дед, он, получается, входит в список 15, 30, 15, я могу ошибаться, самых выдающихся борцов за независимость Кореи. В 1907 году он погиб, и на самом деле это стало основной причиной тому, каким образом я оказался в Казахстане. То есть его семья, они вынуждены были пуститься в бега, потому что, согласно традициям, да, семью генерала обычно сразу уничтожали враги. Спорт – не конечная точка. То есть вы видите себя ищите в других отраслях? Спорт – это нельзя думать о том, что спорт – это вот все. Спорт – это жизнь, прямо вся твоя жизнь, но какой-то период жизни. Денис, есть отрасли, сферы, где вы хотели бы себя попробовать еще? Я и так здесь себе пробую в свободное время. То есть у меня есть определенный график, я должен тренироваться столько-то, я должен достигать столько-то целей, соревнований и так далее. Есть учеба, где есть тоже дедлайны, где есть экзамены. И есть какое-то свободное время, которое я люблю посвящать музыке, я люблю посвящать графическим дизайном. Например, в этом году я начал разрабатывать свой первый мобильный апп. Топ-3 книги, обязательные про чтение от Дениса Тена. Это не будет открытием. «Атлант расправил плечи». «Портрет Дориана Грей». Мне очень нравится «Оскар Вайлд». Если говорить о книгах на русском языке, которые не подвергались переводу со стороны, я люблю Виктора Пелевина, Сергей Довлатов. Денис, с 2013 года существует шоу, ледовое шоу «Дениса и его друзья». Скажите, что для вас этот проект значит? Какая цель у него главная? Это очень много для меня значит этот проект, потому что он особенный, он казахстанский, и он был создан в 2013 году как некий эксперимент в общей сложности, но в него поверили люди. Это все-таки для души проект или есть какая-то составляющая коммерческая? В 2013 году мы провели шоу. Был такой мощный медийный резонанс, что в 2014 году к нам приехало 500 туристов только из Японии. Почему я говорю только о японцах? Потому что мы работали с агентствами, и они готовили туры, и они могли перед нами отчитаться. Я знаю, что были поклонники этого спорта и шоу из России, из Израиля, приезжали люди из Италии, из Кореи, какое-то какое-никакое количество, китайцы мы делали им визы. Для меня этот проект – это просто возможность поделиться глобальной идеей о спорте. Это уникальный проект, и я выкладываюсь по полной. Он не обо мне, он о Казахстане. Денис, спасибо за интервью. Да, вам спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.